Калибром 7,62 мм, третий рубеж огневой стрельбы, третья огневая задача, ну, нужно поражать мишень. Ангольцам нужно обязательно поражать мишень, потому что пока ребята сумели лишь только заработать все штрафные круги, возможные до ведения боевой стрельбы по РПГ. Ну, если сейчас все с РПГ будут проблемы, то все возможные пять кругов будут заработаны. Мы надеемся, что этого не случится. Так, внимание на экран. Какие-то проблемы и трудности с управлением, с заряжанием, быть может, но здесь остается только лишь догадываться. Командир танка, власть-сержант Асилдеш Андрея Кондозу, а вот боевую стрельбу будет осуществлять наводчик-оператор. Наводчик-оператор, это Еврейтор Андрея Виктор Афонсо. Ну, что ж, если бы Андрей Виктор Афонсо жил бы у нас в Транецке, если бы он был бы Андреем Викторовичем, и вот сейчас ведет боевую стрельбу. Да, мы слышим рог от спаренного пулемета. Пока попаданий не было. Если бы мы помолчали, то мы его будем снижать. Но нет, к сожалению, попаданий. 15 выприпасов, 15 подранов дается команде для выполнения боевой стрельбы. И шесть из них с трассирующими пулями. Как раз сейчас вы видите трассы пуль, которые проходят. Очень замечательно видно, когда пуль трассирующая оставляет за собой прекрасный след. И, в принципе, очень удобно ориентироваться для ведения стрельбы, куда идут пули, и можно корректировать огонь. Нет, не удается. Не удается Анголе отстреляться успешно по мишене номер 9. Поправляемся на штрафной групп и к финишу. А в это время команда Республики Таджикистан прибыла для ведения боевой стрельбы. Поделает мишень русля противоданковый гранатайон «Синий танк». Ждем поверения мишени синего цвета. В это время Лаос преодолевает противоданковый ров. И выходит из него без нарушений. Здорово! Это повтор преодоления брода. Вы посмотрите, что-то с правым бортом. Правый под крыло, друзья мои, затирается в броде. И задевает ограничители столбой. Вы знаете, что-то на скорость не влияет, но все же проблема имеет место. Итак, вот сейчас именно в этот момент, как его трибуна продается команда Республики Лаоса. Давайте поприветствуем вам аплодисменты, друзья наши, дорогие друзья Лаоса. И парни отправляются к Калийному мосту. А я напоминаю всем, что, вчера всего, преодоление препятствия России осталось великое интересное впечатление. Вы вспомните, как команда России преодолевала Калийный мост. Фактически одним прыжком заключили, что это был просто трамплин. И дальше так прилетит Калийный мост.